Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня я хочу подвести итоги митинга, который состоялся в субботу, 6 июня, в 11 часов, по всем городам страны, более-менее крупным. Где-то приблизительно 21 городов участвовало в митинге. Я хотел бы отметить, что в этот раз накал и масштаб был очень высокий и сопоставим с тем, что был 9 июня прошлого года на президентских выборах, когда возмущенный народ сотнями, тысячами выходил в городах и требовал отменить итоги выборов. Было очень много возмущенных, и вы, наверное, помните, что только в двух городах приблизительно было задержано около 6 тысяч граждан, подвергнутые административному аресту. Это только по официальным данным. То есть, как вы понимаете, что если задержали около 6 тысяч человек, то есть, как минимум, в несколько раз количество протестующих было больше, чем число задержанных. И в этот раз накал 6 июня был высочайший, который сопоставим с событиями, которые произошли год назад, 9 июня. Я хотел бы отметить, что этот митинг проходил в условиях жесточайшего давления со стороны режима Назарбаева. Просто жесточайшего. Вы знаете, что именно демократический выбор Казахстана объявил о том, что мы призываем наших сторонников выйти на митинг 6 июня, это был понедельник, за 4 дня до проведения митинга. Как правило, мы, как минимум, несколько недель берем на подготовку митинга. Но здесь мы решили действовать быстрее и объявили ему именно в понедельник, что в субботу будет митинг. Я хотел поблагодарить наших сторонников. Я хотел поблагодарить неравнодушных граждан, которые вышли 6 июня и выразили свой протест. Мы его объявляли именно по требованию наших граждан. Первичное было у нас намерение объявить о митинге после того, как будет объявлен процесс завершения карантина. Но именно требование непрерывное, постоянное требование наших граждан организовать митинг, по сути дела, привело к тому, что мы в понедельник объявили о проведении митинга 6 июня. Здесь следует отметить, что власть в преддверии визита Токаева в Брюссель, Евросоюз. А сейчас я знаю, что идет подготовка его визита. Точная дата пока нам неизвестна. Токаев там хочет озвучить, что вот он год как президент и что за это время якобы им построено слышащее государство, которое слышит своих граждан. Ну то есть старые байки под видом того, что якобы в Казахстане появился второй президент. Ну конечно сейчас никого не обманешь в этом. И мы большую работу вместе с вами эту работу провели и показываем, что нынешний президент Токаев, он ничего из себя не представляет. Пустое место, просто громкоговоритель имени Нурсултана Назарбаева. Вот собственно и все. Поэтому накануне его визита был принят закон якобы свободных митингов, которые проводятся на основе уведомительного принципа. И якобы этот закон должен был действовать 6 июня. И собственно понятно же, что их прокладка власти, так называемая партия ДПК в лице Мамая, зная заранее об этом, об этом например мы не знали, вообще никто не знал, объявил о проведении митинга 6 июня. И весь месяц Мамай активно пропагандировал о том, что проводятся митинги и темы были именно по программам демократического выбора Казахстана, списание кредитов и освобождение политических заключенных. Это те программы и темы, которые озвучивают регулярно демократические выборы Казахстана. И вот обратите внимание, целый месяц человек активно пропагандирует, призывает выйти на митинг. Притом в условиях карантина, власть ничего не делает, но как только в воскресенье пришла информация, что ДПК собирается объявить о проведении митинга 6 июня, здесь государственная машина заработала, началась паника. В воскресенье гражданский активист Асхаджик Сибаев объявил, что он идет на митинг. Соответственно, режим воспринял, что вот будет объявление о выходе на митинга и сторонников ДВК. Собственно, что и было сделано. В понедельник я вышел с этим заявлением и тут началось. Санэпиденстанция отправляет Мамаю сообщение, что митинг запрещен, что якобы карантин и так далее. А спрашивается, а где вы были раньше? Где вы были раньше? Вы знаете прекрасно, что достаточно какому-либо гражданскому активисту объявить, призвать о том, что необходимо выйти на митинг. Он немедленно обычно арестовывается, штрафуется, арестовывается минимум на 15 суток. А тут прокладка власти в лице ДПК, так называемой Мамай, месяц пропагандировал. Они вообще не реагировали, везде распространяли эту информацию. Он свободно выходил на улицы, рассказывал, показывал места, где будет проводиться митинг, в частности в Алма-Ате, и власть не реагировала. И после того, только как стало известно, что именно демократический выбор Казахстана призывает своих сторонников выйти 6 июня, именно в этот момент власть истерично начала действовать. И большую роль в их действии играли именно врачи. Главный санитарный врач сделал заявление, что у нас карантин. Но что-то мы не слышали эти заявления раньше, когда люди притык ездили в автобусах, стояли в тысячных очередях, в банках и так далее. Мы этого не слышали. И вот это, собственно, врачи использовали как дубинку, чтобы запугать людей коронавирусом. Сразу 8 регионов были объявлены, что они находятся в режиме повышенной опасности. Хотя люди жили обычной повседневной жизнью, пока СС не начал озвучивать все эти угрозы. Вплоть до того, что будем снимать на видео, потом будем отправлять на карантин, изолятор, включая родных и так далее. То есть вы видите, как власть паниковала. О чем это говорит? Это говорит о том, что настроение общества власть прекрасно знает. Знает, что люди обозлены. Обозлены действиями этой политической системы, этой политической верхушки. Обозлены действиями полиции, которые буквально удушают народ силами, которыми пользуется режим. И все это недовольство, ожесточенность выплеснулось на улицы нашей страны. Я хочу здесь откомментировать, что на самом деле в итоге произошло. Здесь власть начала активно готовиться. Нам на подготовку нужно было всего лишь, как выяснилось, 4 дня. И нас услышали, услышали нас, наши граждане, которые имели огромные вопросы и претензии к действующей власти. За 4 дня мы развернули большую работу. И мы теперь видим, что народ нас слышит, народ нас поддерживает, как политическую организацию, демократический выбор Казахстана. И эту поддержку мы увидели на улицах страны. Что сделала власть? Власть действовала по стандартной схеме. Места, обозначенные, где будет митинг, они были и огорожены. И были выстроены огромные цепи полицейских, которые препятствовали людям пройти к месту проведения митинга. Накануне проведения митингов за 2 дня начала действовать прокуратура, тоже делать истеричные заявления, говорить, что это все незаконно, хотя при этом они сами своими руками дискретировали новый закон о митингах, который не требует никакого разрешения, достаточно уведомления. И эти уведомления я знаю, что ряд граждан отправили, и они не реагировали. Они не реагировали до тех пор, пока о своем участии, организации этого митинга не объявила демократический выбор Казахстана. Вот видите, какая была такая болезненная реакция со стороны власти. Я хотел бы сначала сказать о количестве задержанных. Точные данные сейчас пофамильно собираются, но общее количество задержанных было более 500 человек. Это то, что мы видим, более 500 человек. В реальности, конечно, больше. Я хочу сказать, что обычно в Шимкенте на митинг приходило 50 или чуть больше человек, но на этот митинг вышло во много раз больше. Количество задержанных было минимум 200 человек. 4 РОВД города Шимкента были абсолютно полностью заполнены протестующими. То есть более 200 человек было задержанных. Вы понимаете масштаб того, что произошел? Это город, который не славился протестным настроением, который, если даже был настроен против власти, не выводил такое количество людей на улицы и никогда в Шимкенте не задерживали около 200 человек. И вот этот показатель говорит о том, что накал в обществе стоит огромный. Казларге, который вот за последние два года, за который мы организовывали митинги, ни разу люди не выходили на митинг. На площадь вышло свыше 100 человек, задержанных около 30. Были практически в каждом городе задержаны, в каждом. И везде действовала полиция по определенной методике. То есть места проведения митинга блокировались, разные улицы тоже блокировались, подходы блокировались, выявлялись активисты, они захватывались и они действовали как бандиты. То есть люди просто шли, их окружала полиция, нападала, скручивали людей и увозили. Увозили в полицию, просто составляли протокол, а потом отпускали. Насколько мы и знаем, количество оштрафованных практически минимум. Единственное, большой вопрос по первую очередь в Астане. Были задержаны несколько человек, но вот смотрите, например, я называю фамилии. Дархан Умербаев, 10 суток, если я не ошибаюсь, Услан Дурканов и Айбек Сабитов. Вот я хотел бы отметить ваше внимание, например, на Айбек и Сабитов. Он вышел буквально накануне с флагом, сделал видео и сказал, что он выходит на митинг 6 июня и был задержан. Ему дали 15 суток. Он даже не призывал, он просто объявил, что он будет на этом митинге. И обратить внимание, представителя ДПК, Мамая, который месяц призывал на митинге, не задержали. Более того, на этот митинг, который готовила власть месяц, даже более, он пришел с небольшим количеством сторонников, буквально 20-30 человек максимум. И полиция окружила их, охраняла, других не подпускала к этому месту. И создали видеокартинку, которую освещали их подконтрольные средства массовой информации, как Азаттык, мы их называем, Нур-Азаттык, средства массовой информации подконтрольной власти. И таким образом была показана имитация митинга. Но, уважаемые друзья, там, на этом митинге люди разобрались, что это за митинг, кто его пытался организовать, кто пытался сделать красивую картинку для Токаева, для его визита в Брюссель, кто пытался сбить накал и показать, что протеста нет. Хотя провластные СМИ говорят о том, что митинги якобы прошли слабо, людей было мало, но при этом эта власть не показывает, что везде были оцепления, они, все эти кадры попали благодаря гражданским активистам, которые показали, что сотни и тысячи полицейских стояли вдоль улиц, кварталов, никого не пропускали. И как эта власть не хотела, она в очередной раз разоблачена. Я хочу сказать, что в Алма-Ате, особенно, в этот раз было очень много протестующих, просто они были разбросаны по разным углам, по разным точкам, они пробивались, подвергались нападению. Я в этот раз хотел бы отметить, что немало было молодежи, которые четко шли с лозунгами. С лозунгами «Шалкет» они поддержали челленджи, которые были в Америке по поводу удушения полицейских, чернокожего человека. Так же себя ведет наша полиция, которая душит наш народ. Особенно жестоко себя вела полиция в Астане, в Алма-Ате, в Ахтубе. Особенно, я хочу отметить, людей и избивали, рвали на них их одежду. В парке Ганди гражданский активист со своими товарищами Асхаджик Сибаев подвергся нападению, при том, когда они находились, сидели просто в беседке, подверглись нападению. И поступила команда от одного из нового руководителей нападающих полицейских, что нужно применить удушающий прием. И один из тех, кто защищал своего товарища, Хайрат Клышев, реально подвергся удушению, он потерял сознание, они его волоком тащили. Так же эти люди пытались задушить, придушить, нанести такой болевой прием и Асхаджик Сибаеву. Там была целая группа активистов, они со всех сторон подверглись нападению. И, находясь в парке, это видео уже широко разошлось по всей нашей стране. Полумиллиона человек, наверное, посмотрел, увидел, как жестоко действует полиция. Я хотел бы предостеречь и напомнить, господа полицейские, ваши видео, ваши лица, они зафиксированы. И когда завтра сменится режим, я хочу вас предупредить, что все те, кто действовал жестоко, нападал на гражданских лиц, применял разные приемы, избивал, они, безусловно, будут нести ответственность, как тот самый полицейский, который избивал женщин, избивал женщин в автозаке. И это видео тоже есть, мы его будем распространять. И, безусловно, правозащитные организации все это зафиксировали. И зафиксируют. Я хотел бы обратиться к молодежи. Я знаю, что сотни из вас еще не обратились в правозащитные организации. Я получаю сообщение, что вы не знаете, как действовать. Все очень просто. Обращайтесь в правозащитные организации. В фейсбуке, например, есть группа активисты-неэкстремисты. Подавайте свои жалобы, описывайте все обстоятельства. И, безусловно, международные правозащитные организации подключатся к этому процессу. И визит Токаева в Брюсселе будет нерадостный. Это только одна часть. Безусловно, все эти нарушения законности со стороны силовых структур Казахстана, нарушения закона, нарушения пактов, различных договоров, которые Казахстан подписал, международных договоров, которые по своему статусу выше, чем любые законы, которые принимает Казахстан, они, безусловно, будут оглашены в соответствующих международных структурах. И реакция, безусловно, будет. Я не сомневаюсь. Уважаемые друзья, я хотел бы сказать следующее. Многие из вас огорчились, увидев, особенно по разным городам, по Алма-Ате в частности, что якобы полицейских было много, они стояли цепью, и говорят о смене тактики. На этой и на прошлой неделе прошло очень много митингов по всему миру. Очень много митингов. Вы видели десятки, сотни тысяч людей, которые вышли на протесты в европейских странах, в Америке, повсеместно, везде. И можно сделать простой вывод. Там тоже полиция препятствовала, там тоже полиция боролась, но они были фактически оттеснены как минимум или поглощены многотысячной массой. Придет время, и она придет очень скоро, что у нас тоже так же будет. Когда многие из вас говорят, что нужно провести митинги неожиданные и так далее, тысячи или тысячи людей, не бывает неожиданный митинг, тысячи людей приходит в заранее озвученное место. И поэтому, конечно же, мы придумаем и разработаем дополнительные действия, которые позволят нам объединить нацию. 6 июня мы все видели, что сочувствие на стороне протестующих. Полицейские, вы слышали, подвергались проклятиям. В их сторону летели оскорбления, заслуженные оскорбления. Сейчас все те, кто на стороне Назарбаева, Такаева, на стороне режима, они просто подвергаются общественному презрению, недовольству. Это все говорит о том, что наша нация консолидируется, наша нация едина в оценке. Этот режим преступный. Это самое важное, когда мы все осознаем, безусловно, наступит и наступает момент, когда общество начнет активно действовать. 6 июня наше общество было активное практически по всем городам страны. Я хочу сказать, что в Казларде вышло более 100 человек, это был спящий город. Ахтау. В Ахтау я не припомню, чтобы последние два года были какие-то протесты. В Ахтау было более 100 человек. Люди пробивались на этот митинг, прятались в багажниках, ложились на дно автомобиля, чтобы выразить свой протест. Я видел женщин, которых избивали на этом митинге, их везли в больницы, они не останавливали свой протест. Затем они вышли из больницы и продолжали дальше свой протест. И сегодня этот протест продолжается в Астане, во многих городах нашей страны. когда люди требуют освобождения тех людей, которые были задержаны. И вот в частности, я видел сегодня в Астане, когда были пикеты наших сограждан с требованием освободить задержанных. Второе, чтобы в отставку ушла наша власть, политическая верхушка. Мы все понимаем, что негодование в обществе в обществе стремительно растет. Особенно сильно это проявилось в период карантина, когда власть фактически не была со своим народом. Сейчас этот митинг показывает, общество консолидируется, и власть становится изгоем в глазах общества. Это, безусловно, приведет к кардинальным политическим переменам. Мы очень скоро разработаем и призовем вас, уважаемые сограждане, чтобы участвовали в тех или иных акциях протеста. Мы, безусловно, будем готовиться. Но обратите внимание, буквально за четыре дня, после того, как мы объявили, какая махина начала двигаться по всей стране, какая паника была в средствах массовой информации, сколько заявлений сделала генеральная прокуратура, санэпидемстанция, шли запугивания, активистов задерживали дома, блокировали, штрафовали. Тем не менее, тем не менее люди вышли на улицы. Вы понимаете, какой накал, какое недовольство действующей властью накоплено внутри нашей страны, и он, безусловно, найдет выход. Поэтому, уважаемые друзья, уважаемые сограждане, я хочу сказать, что мы сейчас действительно стоим на пороге больших перемен. Эти перемены будут, они назрели в связи с экономическим кризисом, с неумелым управлением этой политической верхушки, полным разграблением миллиардов долларов, полным отсутствием построения именно собственной экономики, именно только сырьевая экономика, привела к тому, что сейчас на улице сокращается и будут выброшены сотни тысяч людей, и они, безусловно, пополнят тот протест, который мы будем организовывать на улицах нашей страны. Эта власть нам не оставила никакой возможности для цилизованного спора, для дискуссии, только митинги. Даже этот фальшивый закон о митингах привел к тому, что, например, в Алма-Ате они определили несколько мест, где разрешено участвовать 200-500, максимум, тысяч человек. Вы видите, они даже митинги хотят зарегулировать, запретить, зарегулировать численность. Это у них ничего не получится, потому что народный протест невозможно остановить. Невозможно остановить. Уважаемые друзья, я знаю, что было много новичков на этом митинге, и они ожидали, что вот именно 6 июня выйдут тысячи, тысячи, десятки тысяч людей, и что в этот день произойдет смена режима. И у многих прозвучало разочарование, прозвучали фразы, что вот наш народ спит. А я по этому поводу говорю, посмотрите, что происходит в динамике. Год назад, буквально год назад мы только начали организовывать масштабные митинги. Год назад, год назад еще не было той ситуации, чтобы кто-то был сторонником Назарбаева и не подвергался массовой обструкции. Сейчас имя Назарбаев стало нарицательным. Это позор нашей страны, это позор нашей нации. И все, что связано с Назарбаевым, с его окружением, с его режимом, с Токаевым, его подельником, просто вызывает гнев у нашего народа. И поэтому очень скоро наступит момент, когда мы действительно сумеем обедниться и вывести такое же количество людей, которые сейчас выходят на акции протеста во всем мире. Мы это сможем сделать, мы это сможем. Я уверен. Меня спрашивают, каким образом вы столько лет боретесь, не устаете? Потому что я верю в свою страну, я верю в свой народ, я верю в себя. Я знаю и убежден, что этот режим преступный. Я знаю, что исторический процесс развивается так, что авторитарные страны во всех странах мира, на всех континентах, они разваливаются, потому что они преступны. Поэтому режим падет неизбежно. И мы, демократический выбор Казахстана, мы со всеми со своими политическими союзниками, безусловно, будем дальше продолжать бороться, безусловно, мы добьемся перемен, потому что они уже давно назрели, потому что мы чувствуем настроение в обществе, мы видим, как меняется мир. И Казахстан, как часть глобального мира, тоже изменится, и мы все с вами будем участниками этого изменения, этих изменений в нашей стране мы станем частью глобального мира, передового мира. Я в этом не сомневаюсь. Поэтому все те, кто впали в пессимизм, хотели достичь результата буквально, что называется, вчера, я хочу заверить вас, что все будет у нас нормально, мы будем продолжать борьбу, мы будем усиливать давление на этот режим, мы разработаем новые способы, их будет десятки, и они в первую очередь будут построены на том, что наши люди хотят перемен, именно на этом. Не потому, что им нужно заплатить деньги, как мне предлагается, то, что они должны выйти на митинг, заплатить деньги, чтобы они пошли протестовали. Нет, уважаемые друзья, люди протестуют, потому что по-другому не могут, потому что они хотят перемен, потому что они хотят лучше жить, и за это нужно бороться, а не ждать, что кто-то тебе за это заплатит, этого не будет. И мы объединяем таких сторонников, которые вместе с нами будут добиваться перемен. Я уверен, что мы их всех объедним, я уверен, что этот режим падет, потому что он не имеет никакой исторической перспективы, потому что это мафиозный режим, и самое главное, что он против народа, против 18 миллионов человек. Такой режим не имеет права на существование. Авгаха Казахстан.